Сегодня мы продолжаем Апокалипсис с 3 главы, с начала 3 главы. И ангелу Сардийской Церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Господь, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Сардийская Церковь, вновь напоминаю вам, это историческая церковь, которая была, была, но, к сожалению, эта церковь была, вернее сказать, она умерла, ее нет сейчас. Как ни страшно это звучит, но факт остается фактом. Это тоже территория Турции, Малая Азия. Но кроме того, что это историческая церковь, это также исторический период. Это период, эпоха гуманизма, ренессанса, возрождения, другими словами. Также это эпоха просвещения, XVIII век. То есть, начиная с XIV по XVIII, XIX век. Конечно, здесь нет точных указаний на то, что именно этот период охватывает это послание. Но из многочисленных толкований на это место можно сделать вывод, что большей частью это обращение именно к этому периоду. Что собой представлял этот период? Конечно, с точки зрения формальной истории, это все-таки не один период. Это по меньшей мере два периода, как я уже сказал, Ренессанс и Эпоха Просвещения. Они плавно перетекают один к другу. Можно сказать, что для светской истории это очень важный период. Потому что именно в это время формировалось мировоззрение нашего современного человека. Как я уже сказал, это гуманизмой эпоха. Хуманус — это человек с латыни в периоде. А гуманизм — это эпоха особого очеловечивания всего. То есть, есть понятие в православной аскезе, в православном богословии — обожение. Обожение. Когда человек стремится именно к тому, чтобы погрузиться в божественную благодать, чтобы лучи божественной благодати пронизывали его, то эпоха гуманизма — это эпоха, когда человек налагал на весь окружающий мир свое человеческое понимание. Для него неважно уже было мнение божественного откровения. Один из литературных жанров того времени назывался новелла. Новелла — это жанр, сообщающий нечто новое о мире. Так казалось гуманисту, человеку того времени. Он как бы открывал новое видение о мире. Вот это новое видение, на самом деле, как говорил Соломон, что нет в этом мире ничего нового. Все уже когда-то было. Возрождение, само слово указывает на возрождение каких-то вещей. В данном случае это возрождение античных языческих ценностей, литературных, архитектурных, искусства. Эпоха просвещения — это эпоха зарождения науки. Вообще, возрождение является тоже, по сути, эпохой рождения науки, научного метода. Но эпоха просвещения, она делает науку таким, я бы сказал, всеобщим, подавляющим, может быть, мировоззрением. Есть такое знакомое для нас слово «гуманитарные науки» или, скажем, гуманитарный подход по представлению гуманизма. Именно через эти науки раскрывается, как бы, максимально суть человека. То есть человеку казалось, что он именно через все то, о чем я только что говорил, оно раскрывает суть человека. С этим, конечно, нельзя спорить. Действительно так. Но это только пол истины. Пол истины раскрывает гуманизм. Суть плотского человека. Но есть, кроме плотского человека, и духовный человек. Духовный человек — это человек, укорененный в традиции, живущий и строящий свою жизнь на заповедях Божьих. Вот новелла, как я уже сказал, это жанр, который как бы вступает в некий спор с Новым Заветом. Вот Новый Завет, Евангелие, Благая Весть, она сообщает новизну для человечества о том, что воплотился Сын Божий, стал человеком. И вот возрожденцы, они говорят, мы тоже сообщаем новизну о человеческом существе. Вот вся эта новизна о человеческом существе раскрывается на протяжении всей последующей истории. Вот Фрейд, он тоже раскрывает человека, но он скорее открывает некий подвал человеческого существа. Открывает этот подвал с нечистотами, сферу подсознательного. И человек оправдывает множество своих поступков, сознательных поступков, сферой неосознанного, подсознательного. Он говорит, ну это был всплеск подсознательного, когда я так поступал. Подсознательное – это некая дикость внутри, варварство внутри самого человека. Вот если аскетическая наука, богословская, она стремится... Вот здесь я опять-таки буду использовать слово, уже стало это слово таким популярным, известным – сублимация. Вот сублимация – это по Фрейду, когда сексуальные мотивы человека сублимируются, то есть возвышаются, и переходят в что-то возвышенное. То есть, по сути, для Фрейда вся жизнь человека – это сублимация сексуального начала в человеке. Вот это одна из новизн гуманизма, вот этого человеческого откровения. А вот для нашего христианского сознания сексуальное имеет свое место, занимает свое место в структуре человека. Сексуальное – это всего лишь функциональное начало, которое дано как механизм продолжения рода человеческого. А сейчас говорят о каких-то достоинствах человека и описывают в таких категориях, говорят, ну он очень сексуальный. Вот можно часто слышать каких-то ток-шоу, когда говорят о каких-то, ну якобы благородных вот качествах человека, говорят, он сексуальный. То есть, понимаете, вот сексуальное начало стало всеобъемлющим, тотальным для человека, самым главным. А для верующего человека это всего лишь одна из составляющих, но опять-таки, плотского начала человеческой жизни. И не больше. Конечно, плотское, оно должно быть опять-таки в рамках чего-то. И вот в рамках прежде всего духовного. Потому что если плотское выходит за рамки духовного, то тогда начинается разрушение семьи. Если он будет искать, скажем, мужчина, состоящий в браке, если он будет искать постоянно плотской близости, плотских каких-то переживаний, то он будет искать на стороне, и в результате семья начнет разрушаться. А именно в этом гуманистическом понимании сексуальному открываются все границы. То есть мир без границ. Что хочу, то и делаю. Ну, вы знаете, к чему пришли? Гуманисты. Они сами даже о себе так шутят. Я помню, это уже стало афоризмом. Они говорят, мы начали с гуманизма, а закончили гомосексуализмом. Почему гомосексуализмом закончили? А потому что любое гуманистическое начало имеет полное право на любое свое осуществление. Вот мне хочется это, значит, это имеет право на существование. И в результате дошли до извращения и считает это вполне законным и уместным. И более того, знаете, как называют тех людей, кто против гомосексуалистов? Сами гомосексуалисты назвали. Назвали, вдумайтесь только, гомофобией. А вдумайтесь, гомофобия. То есть все противники гомосексуализма, все, кто противится гомосексуализму, называют гомосексуалисты, то есть, скажем, нас с вами. Они называют гомофобами. А что такое гомофоб? Это противник человека, потому что гомос это человек с греческого языка. Хомо. Хумус на латыни. Так получается, простите, я прошу прощения, ошибся в терминах, антропус на греческом языке, а хомо это на латыни. Так получается, что все, кто противится гомосексуализму, на самом деле человека-ненавистники. То есть, именно гомофобия, это человека-ненавистничество. Но мы-то не человека-ненавистники. Мы протестуем против страсти, патологической страсти. И когда они говорят о том, что нужно устраивать гей-парады, то один из мудрых людей сказал, ну, парады устраивают только победители. Помните парад 9 мая? Но при чем здесь парад гомосексуализма? Если позволить парад гомосексуалистов, значит, тогда позволить что? Скорее не позволить, а допустить факт их победы. Марш победы! И вторая деталь очень важная. Это пропаганда болезни. Потому что любой парад, он что-то пропагандирует, он что-то узаканивает. И поэтому гуманизм начался очень наивно, но пришел он к таким вот страшным последствиям. И когда Господь обращается к Сардийской церкви с такими словами, «Ты носишь, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». То есть вот человек думает, а ведь самое страшное, то, что они пытаются подвести под вот эти все гомосексуальные нормы цитаты из Священного Писания. для того, чтобы оправдать, что гомосексуализм – это нормальное явление. Я уже приводил однажды цитату, одна из цитат. Они говорят, «Ну Иоанн Богослов возлежал же на груди на тайной вечере у Спасителя». Представьте себе! Это, вы знаете, ну это вот явные сатанинские изобретения. И вот такие люди говорят, нужно рукополагать священникам, гомосексуалистам, или там лесбиянок, женщинам и так далее. На Западе это стало абсолютной нормой. Об этом боятся уже говорить. Если ты будешь говорить против, то ты можешь попасть в тюрьму. Это реальная угроза для человека. Это очень стало опасным. Высказывать именно эти взгляды, нормативные взгляды. И ты носишь имя, будто ты жив. Но ты мертв. То есть действительно, как бы подчеркивают человеческое начало, я жив, я вот-вот, ничего человеческое мне не чуждо, ничто человеческое не чуждо. А для Бога это мертвый человек. Бодрствуй. Вот вы знаете, вот это очень важные слова. Бодрствуй. И утверждай прочее, близкое к смерти. То есть человек, не думающий о смерти, не помышляющий о смерти, это человек, не бодрствующий. Потому что только тот человек, который помнит последнее своя, он будет бодрствовать при этих словах. Огромное количество притч, я даже не буду их приводить, начиная о девах, мудрых и юродивых, они не бодрствовали. А помните, как песня на полуношнице звучит? Все жених грядет в полунощи, и блажен муж, его же Господь обрящет бдящих. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Что же принял человек эпохи гуманизма? Он принял от так называемых средних веков, они даже назвали средние века. средний между чем? Между античностью и эпохой Возрождения. То есть, христианство это средние века. И помните, если говорят сейчас об каком-то невежестве, то говорят, ну что ты, какой-то средневековый. Более того, средние века еще стали называть многие историки, знаете как? Темные века. То есть, это века невежества для эпохи гуманизма. И вот, Господь говорит, вспомни, что ты принял к этому человеку, потому что в эпоху гуманизма еще тотально не овладела одержимость вот этим гуманизмом. Это уже в эпоху просвещения. В 18 веке Вольтер, Руссо, это основные глашатые просвещения. В результате французская революция и последующая революция. То есть, это было разрушение всякого традиционного начала. Я не хочу сказать о том, что это средневековое, особенно в Западной Европе, было нормативным с точки зрения Евангелия. Все это далеко было уже от нормы. Поэтому оно и рухнуло. Но произошло страшное. Люди, вместо того, чтобы вернуться к тому исходному, они начали создавать свое. Эпоха Возрождения совпадает с какой эпохой для церковной жизни? Эпоха Реформации. Реформы начались в католической церкви. В православной церкви не было реформ, потому что православная церковь не отпадала от источника истины. Католичество было сплошь покрыто реформацией в эпоху Возрождения. Да и до сегодняшнего дня реформация на Западе не окончилась. То есть появляются какие-то западные не харизматические секты, то есть их огромное количество. То есть они постоянно пересматривают нормы заповедей евангельских. А что в результате они, какое значение придают этим заповедям? Человеческое осмысление, опять-таки взгляд гуманистичный на евангельские ценности. если в православной церкви толкование Священного Писания это прежде всего самое авторитетное для нас толкование, это толкование Святых Отцов, это толкование аскетами, просвещенными благодатью Святого Духа. Это не просто кабинетное академическое толкование, какое стало авторитетным именно в эпоху Возрождения. Появляется так называемая схоластика, школьное богословие в переводе, сфолиазум, школа. То есть для нас школа понимания Священного Писания всегда была укоренена в церковной литургической жизни, в благочестии церковном. Для западного менталитета источником толкования стали университеты, богословские университеты. Они стали источниками истины, поэтому огромная сеть богословских факультетов покрыла Западную Европу. Для нас же всегда было основным толкованием это толкование святых отцов, подвижников благочестия. Поэтому тут нужно различать, понимать эти истины. И вспомни, что ты принял. Вот здесь хотелось бы привести цитату из второго послания к фессалоникийцам апостола Павла. апостол Павел говорит «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Протестанты отвергают напрочь предание. Отвергают предание. А раз они отвергают предание, значит они отвергают любой авторитет церкви. Самое главное, самое важное для протестанта это собственное понимание, гуманистический взгляд, то о чем мы говорили с вами. И собственно реформации внутри католичества, то есть протестантизм так называемый, начиная с Вингли, Лютера, Кальвина, это и есть рациональное осмысление, рациональное, исключительно рациональное, неподвижническое усвоение Священного Писания, ни подвигом, ни жизнью человек воспринимал Священное Писание, а умом только. И в результате не заканчивается до сих пор вот это рациональное мудрование над текстами Священного Писания. И вот интересно, братья и сестры, что именно это второе послание к Фессалоникийцам, оно не большое, оно состоит всего из трех глав. Но вот интересно вот что, вторая глава нам повествует об отступлении о временах Антихриста. Вторая глава этого послания. И вот апостол Павел в заключении, после этих размышлений, сейчас не буду цитировать это место, Он именно говорит вот эти слова о предании. Держитесь предания. То есть, мы только тогда сможем понять, когда и как будет это время пришествия, если будем держаться предания. и в этом же послании в третьем, в третьей главе, шестой стих, он продолжает, еще говорит о молитве и говорит, завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Бесчинно. А разве протестанты поступают чинно, отвергая всякий чин, всякое предание? Вот, если они так изучают внимательно Священное Писание, так они отступают от норм, о которой говорит апостол Павел. Следовательно, вот в третьей главе говорится о молитве. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слова Господни распространялись имя Господне, простите, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, не во всех вера, но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь это управит сердца ваши в любовь Божию и в терпении Христова. И вот здесь цитата, которую я уже процитировал. Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию. Следовательно, наша церковь это церковь вот этого предания, потока. Вот сегодня я разговаривал с детьми, маленькими детьми, и стал вопрос о том, чем отличается православная церковь от католическая, от протестантов. И я самый простой момент привел для детей. Я говорю, вот церковь православная две тысячи лет существует, а когда родился Христос? Две тысячи лет. Так вот, православная церковь видела своими глазами Христа и передавала по преданию, не бесчинно, а по преданию, передавала каждому поколению эти истины, что она видела, что она слышала, что впитывала сердцем своим, как опыт, как важное душевное впечатление. А когда появились католики, а когда появились протестанты, так они не видели Христа, следовательно, что они могут передать? Только гуманизм, только свое измышление человеческое. А если сравнить с человеком православие, католичество и протестантизм, то мы увидим, православие это мудрый старик, который лишнего уже не говорит. Католичество можно сравнить с молодым человеком, а протестанты, которые скачут по сцене, как на дискотеке наши дети, с кем можно сравнить? С подростками, которые всегда бунтуют. А разве подростки слушаются родителей? Они сами уже взрослые, они все знают. А Господь нам говорит, удаляйтесь от братьев, которые бесчинно поступают, а не по преданию. И вот эти все подростковые шоу, которые устраивают протестанты, и есть вот это юношеский максимализм. Им кажется, что они уже Духа Святого приняли, что особо их Дух Святой пронизывает своими благодатными токами, когда они падают в конвульсиях на землю и буквально покрываются судорогами, то это есть проявление благодати Божьей. Как можно всерьез это все воспринимать, скажите мне, пожалуйста, если они никакого отношения не имеют к тем временам, о которых мы в Евангелии читаем, во время Оно. Какую связь они имеют с этим во время Оно? Никакой. И слышал, и храни, и покайся. Вот к чему должно привести человека, преданник, покаяние. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать». Тать, знаете, кто? Вор. А вор когда приходит? Ночью. Ночью. Когда человек не ожидает. Не потому, что он хочет прийти, как вор Христос. Но для человека, который не бодрствует, он будет так воспринимать. Он будет воспринимать, что пришел как будто вор в мою жизнь. Нет. А тот, кто постоянно ожидает Христа, разве будет неожиданность в приходе Христа в жизнь его? Нет, конечно. Потому, что он всегда ожидает. прийди и вселися вны и очисти ны под всякие скверны и спаси блаже души наши. Мы каждый день это говорим по многу раз. Да прийдет царствие твое, да будет воля твоя. Нет никакой неожиданности в этих словах. Впрочем, а, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Потому, что человек не готов к этому. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Нам вспоминаются времена Авраама и Лота. помните Содом и Гоморру. И вот очень такой яркий сюжет, когда Лот говорил с Богом, что в начале сто праведников, сорок праведников, десять, и праведников. Господь пощадил Содом и Гоморру. Но там не оказалось десяти праведников. Был только Лот со своей семьей. И то семья тяготела тоже к жизни Содомлян. Помните, жена не выдержала, она смотрела на погибающее имущество и превратилась в соляной столб. есть несколько человек в Саргисе. Несколько человек. То есть у Бога каждый человек записан в книгу жизни. Он всех знает в лицо. Он каждого из нас ценит, как свое дитя. И получается огромное община в Сардисе. Это богатый город своего времени. Занимались они шелком, там, по-моему, первые начали красить шелк. И всего несколько человек. А все остальные думали, что они живы, но для Бога они были уже мертвыми. Вот это очень важная мысль. И мы можем о себе думать все, что угодно, но для нас это не важно должно быть, что мы думаем о себе. Важно, что Бог думает о нас. Мы умерли уже или мы живы. И вот несколько человек всего были живы. И в этом огромном количестве эпохи гуманизма было всего, может быть, несколько человек, которые были живы, а все остальные были мертвы. Все кичились своими знаниями, успехами, победами. Именно в эту эпоху было открытие Америки, затем Магеллан. Весь мир обошел на корабле. То есть это была эпоха открытий. И вот обратите внимание, открытие слова как-то перекликается с нашей терминологией церковной. Есть у нас похожее слово? Откровение. А как откровение на греческом языке звучит? Апокалипсис. Для них был апокалипсис. Для Магеллана и для прочих открывателей, для Колумба, для ученых Галилея, Ньютона все это были апокалипсисы. Но эти апокалипсисы не спасают человека, потому что все мы умрем, все без исключения, и никто не выжил из эпохи возрождения. Они возродили ценности, которые прах перед очами Божьими. И люди думали, что они живы, они были мертвыми. Они не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Вот мы поем о Боге, достойные сива все времена, педбыти глаз и преподобными. Мы поем Матери Божьей достойно есть, якого истину вложить Божьей. Божьей. А здесь говорит Сам Спаситель о своих людях, что они достойны, потому что эти люди всегда достойно прославляли Бога. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его». Вот мы часто свои имена записываем в Синодике, и Батюшка своими помощниками в алтаре поминает, немощными своими человеческими молитвами. И для нас это уже является утешением. Особенно когда у человека какая-то скорбь, беда какая-то, болезнь, он подает эту записочку и вкладывает в эту записочку всю свою надежду и веру. А здесь говорится, побеждающий облечется в белой одежде и не сглажу имени его из своей книги, из своего Синодика, из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его. То есть Господь скажет отцу своему, что они достойны, потому что они смогли победить все вот это гуманистическое начало внутри себя. Вот это очень важно. Побеждающий. В очередной раз мы слышим эти слова. Мы уже слышали в предыдущих главах, простите, в предыдущих обращениях к церквам, побеждающим, побеждающим. В пятый раз Господь говорит побеждающим. И имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Переходим к седьмому стиху. Это обращение к филадельфийской церкви. Эта эпоха очень непростая. Можно сказать, это эпоха после просвещения эпохи. Девятнадцатый век, двадцатый век. Что это за века в истории цивилизации человечества? Это пожинание последствий эпохи просвещения и возрождения. Карту Европы и Азии покрывают мировые войны. Это эпоха мировых войн. Причем это не эпоха рыцарей, когда были какие-то поединки рыцарские. это было, уже использовалось оружие, если не массового уничтожения в нашем смысле, как сейчас, были массовые уничтожения, уже да, уже были бомбы, уже были газовые всевозможные, газовое оружие. Помните, в Первую мировую войну уже оно использовалось, когда отравляли газом, а во Вторую, так тем более. и это сейчас не массово, а глобального поражения. Мы уже слишком далеко зашли. И все это, вся наука, она служит чему на самом деле, мы понимаем хорошо. Любое научное открытие, прежде всего, государство готово финансировать при условии, что будет усовершенствовано именно стратегическое начало, военное начало, миритизации, вот что самое главное, увеличить бицепсы, мощь государства военного. И вот расплата началась, уничтожение массовое. Взорвалась одна бомба, никакого нет честного поединка, погибает огромное количество людей. А сейчас сколько бомбы уничтожают людей, случайных людей, это не просто сражаются солдаты друг с другом, а гибнут мирные жители. Батюшка, ты луерский, это же Америка или нет? Нет, дело в том, что нет, в данном случае нет. Вообще новый мир, Америка, она, помните поначалу, Новый Амстердам, Нью-Йорк, Новый Йорк, то есть много именно в Америке городов, которые назывались старыми, городами старого света. Но в данном случае Филадельфия это историческая тоже церковь на территории сегодняшней Турции, причем это все в радиусе ну 500 километров, вот эти все семь церквей. Это все на малазийской части. Но интересно, что этот период филадельфийский, филао и дельфи, два греческих слова, люблю брата, братолюбие, вот что характеризует этот период, несмотря на мировые войны. Вспомните, какие испытания постигли Россию в это время. Какое огромное количество мучеников, мы их называем новомучениками сейчас, за всю историю не было столько мучеников за Христа, сколько было только за этот филадельфийский период. Всего за два века было больше пострадавших за Христа, чем за всю предшествующую историю. Советское время, это время было очень тяжелое, но вспомните, в церкви не было лишних людей, в церковь приходил только тот человек, кто действительно верил в Бога. Как один человек пошутил сейчас, многие со свечами стоят в храме, как со стаканами, и не перекреститься. То есть такое время, когда смешение началось ценностей, люди приходят без всякого страха Божия, а тогда переступить порог церкви, это было равносильно исповедничеству, потому что в церкви еще были такие люди, которые смотрели а кто пришел для того, чтобы потом человека этого по сути уничтожить, сгноить где-нибудь в тюрьмах или в репрессиях каких-то, было очень тяжелое время. И поэтому с одной стороны человечество запустило благодаря научному прогрессу, научным революциям, индустриализациям, маховик вот этой машины мощной, мясорубки, но и человек должен был очень молниеносно реагировать на то, в истине он или, то есть, со Христом он или без Христа. Вот как говорят, 20 век это век скоростей, а 21 это век сверхскоростей. вот как человеческое сознание быстро обрабатывается через компьютер, телевизор сегодня, да? Стоит замешкаться где-то там в этих просторах и уже человеку тяжело оторваться. Вот тогда тоже человеку нужно очень быстро было реагировать. Раньше пока там дойдет письмо в первые века, когда было гонение на христиан, что император постановил гонение, например, на христиан очередной. Пока оно в провинции дойдет. Все очень медленно решалось. Апостола Павла, помните апостола Петра, когда в Рим везли, все долго проходило. Он успевал много обратить по пути или Игнатия Богоносца, когда его везли на мучения. Он тоже где останавливался, он общался с христианами и с неверующими людьми обращал. А сейчас все очень быстро. Если компьютерная система, ты что-то не так сделал, и на тебя мгновенно отреагирует, потому что камеры снижения, особенно сейчас, это ярко выражено в Соединенных Штатах. Основная мотивация какая сейчас. Терроризм, террор, как я уже переводил вам в переводе с латыни это страх. То есть именно терроризм, конечно, существует, но это еще и искусственная такая, я бы сказал, причина для того, чтобы контролировать человека, нужны современные средства контроля. А благодаря каким причинам можно установить эти тотальные следства слежения контроля? Терроризм. Вы знаете, угроза терроризма большая. И следовательно, везде камеры. Не только в общественных местах, сейчас на дорогах, везде, 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 везде фиксируют человека. Конечно, у нас еще этого нет, но у нас тоже уже первые попытки. Вот, к примеру, у нас есть три официально камеры, установленные в Керчи, на площади Ленина и на площади Варшинцева, там, где ДК Корабелов. И каждый в режиме прайм-тайм онлайн, он может посмотреть, вот какие люди там двигаются. Все можно увидеть. По Ленинской как люди ходят, все это можно увидеть сейчас. Но чем дальше, тем контроль будет все более тотальным и тотальным. И поэтому человеку нужно очень быстро будет реагировать. Особенно когда будет вопрос стоять с Богом ты или ты отказываешься от Него. Кто не со мной, тот против меня, Господь говорит. В том, все очень непросто. И я хотел бы подчеркнуть, что святые отцы древности говорили, да, не будет такого благочестия, как вот сейчас, в те времена. Времена подвижников, там, я ими веду, египетских подвижников, мучеников, древних. Не будет сейчас таких. Но их святость, они говорят, святость последних христиан будет выше нашей святости. Потому что испытания соблазна будут гораздо больше. Чтобы в условиях соблазна, везде соблазн, везде искушение. Причем индустрия соблазна настолько мощно обрабатывает мозги человека, особенно молодого человека. И в школе нет нигде продыха. Везде навязывается чувственность, разврат. вот эти уроки сексуального просвещения. Но это вдуматься только. Я как прочитал, мне принесла одна наша прихожанка, она в детском саду работает. И она принесла там один из программ сексуального просвещения. И когда я прочитал афоризм, что презерватив мой лучший друг, вы вдумайтесь только в эти слова. Это в детском садике. это я прочитал лет семь тому назад об этом. Лет семь тому назад. И нужно рассказать детям, что такое мастурбация. Вы только вдумайтесь, вначале нужно детям объяснить, что это такое. Для чего? Матюшка, откуда это все идет? Ну как откуда? Там, где гомосексуализм уже процветает давно. Откуда еще может идти это? Ведь понимаете, наши просвещенцы на сегодняшний день, наши просвещенцы, да, местные, доморощенные, это ведь грантаеды. Грантаеды. Вдумайтесь. Понимаете, о чем я говорю? Им оттуда гранты, и нужно отрабатывать. Вы кушаете, ребята. И поэтому внедряйте. Ну если это госсекретарь последняя, штатовская, Клинтон, Хиллари Клинтон, она сказала, говорит, приоритет нашей внешней политики везде обеспечить гомосексуалистам свободу. Приоритет внешней политики. Это что, с ума можно сойти? Как так можно? Это цитата, буквальная цитата. Пожалуйста, откройте, сейчас все это можно в интернете найти. Вот как в таком мире можно жить без этих слов? Сохрани что ты принял и покайся. И если только опираться на вот эти гуманистические начала, то человеку все можно. Самое главное, чтобы твоя свобода не ограничивала моей свободы. Но они уже забыли об этом. Ну как это его свобода не ограничивает моей свободы, если он хочет устроить гей-парад. Но это ограничивает мою свободу. И вот это эпоха пред антихристово времени, филадельфийская. Это эпоха духовного возрождения на фоне масштабных войн. на фоне страшных соблазнов. Это лучшая эпоха человеческой истории. И самая тяжелая. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов. Для каждой эпохи Господь называет себя каким-то определенным именем. Он говорит, или держащий в руке своей семь духов, семь звезд, или имеющий меч. А здесь Он говорит, так говорит святый истинный. Почему? Потому что именно для этого времени очень важно вспомнить, что самое главное это святость и истина. потому что прав тот говорят сегодня, кто в большинстве, да, все же решается как? Голосованием? Поднимите, пожалуйста, ручки, товарищи. В стране счастливого детства. Так только решалось все. Значит, если большинство, ну а те, кто сидели там, они понимают, если мы не поднимем руки, а им уже сказали, за кого нужно и что нужно поднимать. Все прекрасно знали. Сценарий четко работал. Но Господь говорит о других вещах. Он говорит о том, что не бойся малое стадо. Истин, хранителем истины на земле будут немногие. Вот даже здесь мы говорим, что в предыдущем предыдущем обращении несколько человек всего. И поэтому хранителями истины являются люди, которые пребывают в святости. Вот тогда они ощущают эту истину. Нам нужна несправедливость, нам нужна истина. Потому что справедливость может быть юридическая в суде, в самом гуманном и подкупном украинском суде. Почему-то все смеяться начинают. Вот пожалуйста. Поэтому для нас важна несправедливость, потому что справедливость делают люди, а нам нужна истина. А истина связана напрямую со святостью, имеющей ключи Давидов, так еще называется, в данном случае Христос, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Эти слова очень важны для нас, потому потому что именно Бог имеет ключ. И если Он затворил, значит никто не сможет отворить. И если Он отворил, значит никто не сможет закрыть. Следовательно, в Нем именно вся человеческая надежда, если откроет уста человеку Господь, значит Он скажет. Помните, так и было сказано Спасителем. Не думайте, когда вас поведут куда-нибудь на растерзание, в сонбище какие-нибудь, что вам говорить? Я буду при ваших устах, я буду говорить вашими устами. потому что человек беспомощен в этом мире. И иногда Господь не хочет говорить, потому что некому слушать то, о чем Он будет говорить. Некоторые расстраиваются, что они не могут сказать, да некому слушать иногда. Поэтому Господь говорит Своё слово для того, чтобы помните, как Он сказал, имеющим уши слышать. Вот кому говорит. А почему иногда уши не слышат? И Господь же указывает на причину, потому что отолстело сердце, жиром покрыло сердце. И если даже слышат, то с трудом слышат. то и слышание зависит напрямую сердце. Вот если сердце открыто и ум открыт Богу, значит человек услышит. А если человек говорит, да что мне этот Бог, да что мне эта церковь, я сам себе истинно, есть смысл говорить этому человеку. Нет смысла этому человеку поговорить. Как горохом об стенку, как говорят в народе. Поэтому он затворяет и он отворяет. Ключ Давида, мы знаем, что Давид это правотец Сына Божия по человечеству. И ключом сам называется Спаситель, потому что только Он может открывать и закрывать все. Вот эту истину нужно помнить, кто открывает все и кто все закрывает в этом мире. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь и никто не может затворить ее. Ты немного и имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Это вот то, о чем мы говорили, обращено к мученикам. Они именно на фоне этих тотальных масштабных войн, революции, вот именно что покрывало революции и войны эту эпоху. И ты не отрекся именем моего. Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Здесь говорится то, о чем уже говорилось, что в одном из посланий Смирнской Церкви в частности, что они не иудеи, не таковы, но сборище сатанинское. Тогда иудеи были очень тесно связаны с христианами, потому что в первый век апостолы проповедовали в первую очередь среди иудеев, а иудеи должны были верить в пришествие Мессии, Христа, но они отвергли, они залгались в своих учениях. И поэтому говорит здесь Спаситель, они не иудеи, но алгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Но если мы перенесем от исторической церкви внимания к нашим временам, то мы видим, что огромное количество евреев именно в наше время, в наше время, не в те времена, когда было гонение на евреев на территории Европы, Испании, помните, они крестились, фальшиво крестились, для того, чтобы занять какие-то ключевые должности, потому что государство было христианским, или в Польше, и для того, чтобы получить какие-то должности, нужно было креститься, но сейчас не нужно быть христианином, чтобы занимать какую-либо должность, сейчас нужно просто иметь веру для того, чтобы креститься, то есть никто тебе не обязывает креститься, и вот в какой-то момент я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя, и вот в годы гонений и в годы Великой Отечественной войны сколько людей, наших людей, верующих людей, спасали евреев. Вот вспоминается случай, когда священник спасал евреев под престолом от фашистов, потому что престол имеет право прикасаться только священник, но ради спасения жизни, причем обратите внимание, иноверца иудея, он поднимал ткань престола и туда запускал евреев, когда приходили немцы, и он укрывал их, рисковал своей жизнью, разумеется, и вот эта близость в годину испытаний, когда была революция, когда были гонения на церковь, в тюрмах, в ссылках, вот это общение было настоящее, христианин проявлял свои христианские качества, и еврей, видевший, почему он любит евреев, потому что Господь его так учит любить, и он принимал этого Господа, то есть через испытания, то есть только в беде, в страданиях можно по-настоящему проповедовать веру истинную, и познают, что я возлюбил тебя, что действительно это было очевидно, и возрождение церкви, какое было в годы войны, когда возвращались помните храмы в годы войны, и Сталин вынужден был признать, хотя говорят там разные легенды о том, что он там чуть ли не покаялся, в это, конечно, с трудом верить, но он понял, что церковь нельзя отвергнуть, потому что отвергнуть церковь, это значит выбить основание, на котором человек стоит, верующий, русский человек, вообще не только верующий, русский вообще человек, потому что вся государственность строилась в инновидии, и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, видите, о масштабах вот этих вселенских, это 19-20 век, чтобы испытать живущих на земле, потому что очень много безумных мыслей были в годы советского режима, помните, это разрушим старыми, построим новые, причем средства были разные для этого, то есть вот эта идея, что можно использовать инструментарий науки, можно все сделать, эти небоскребы, которые построены, скребут небо, это скребут, да, вот хмарочосы наукраинский, чешут небо, вот, а ведь понимаете, здесь заложена эта мысль вавилонская, когда строили башню до небес, и вот хмарочосы это и есть возобновление строительства в масштабах мировых, потому что любое уважающее себя государство стремится к тому, чтобы построить, но мы видим, как Господь разрушил эти вавилонские башни в Штатах, это безумная идея, именно она стала причиной, помните, они говорят часто 11 сентября, да, изменила мир, помните, как они говорят, изменила мир, а почему это изменило, потому что у вас случилась трагедия на территории Штатов, почему изменила мир, нет, это вы, ребята, изменили отношение к миру, вы во всех начали видеть потенциальных врагов, террористов, все готовят теракты против Штатов, именно такие фобии преследуют сознание Штатов, но я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, вот оно приходит, это искушение, на всю Вселенную, сейчас точечно можно все, что угодно уничтожить, такие технические военные средства, точечно, помните, как Путин говорил, мы будем мочить вас в сортирах, так он не говорит, но он говорил эти слова на весь мир, конечно, это звучит очень грубо, но именно этим демонстрируется вот эта мощь, мы, мы, мы сможем но Господь сохранит тех людей, кто будет обращен к Нему, чтобы испытать живущих на земле, все гряду скоро, то есть вот эта филандерфийская церковь уже пред лаодикийской церковью, гряду скоро, держи, что имеешь, опять держи, что имеешь, то, что ты получил предание, дабы кто не восхитил венца твоего, то есть какие венцы Господь готовит для всех нас, мы живем именно в такое время, когда Господь готовит каждому нам венец, быть сегодня христианином это быть по сути мучеником, исповедником, это кажется такая терпимость к христианам, ничего подобного, сейчас нетерпимость к христианам, но это нетерпимость не та, которая была в революционные годы, атеистические гонения, она стала другим, через нравственность, через отвержение нравственных ценностей, а если отвергнуть нравственные ценности, то получается, что человек превращается в зверя, в похотливое животное, в демона, вы посмотрите, какие сейчас рекламы, фильмы всевозможные, демонстрации клыков, рогов, копыт, именно дети любят больше всего играть в такие игры, чтобы никто не восхитил венца, как помните про севастийских мучеников, кто-то войдет в озеро, кто-то не выйдет, но кто-то войдет обязательно, и ты лишишься своего венца, свято место не бывает пустым, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, никому таких слов не обращал, но чем больше искушений, сейчас мы коснемся Ладикийской церкви, там еще больше заслуги ожидают праведника, хотя это самое страшное вперед, сделаю столпом, помните, мы говорим о самых святых людей, великих святых, мы говорим, что они столпы церкви, то есть это люди, которых столб, для нас это не очень сейчас понятно, а нет, сейчас для нас понятно, я имею в виду архитектура, сейчас архитектура столповая, так как раньше была колонна, помните, в здании, а сейчас у нас тоже вот железобетонные конструкции, то есть вначале строятся железобетонные конструкции, а потом уже заполняются пустоты там кирпичом вот или другими материалами, то есть столпом, то есть ты будешь именно основанием, потому что действительно на вере этих людей будет что держаться? Мир будет держаться этими людьми, это на самом деле их немного будет, но эти люди, они будут сдерживать падение этого мира в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, то есть это все будет дано кому? побеждающему опять-таки, то есть это звучит как припев я не стану уже комментировать эти слова, они мне кажется очень понятны уже на фоне того, что было сказано выше и давайте закончим обращением к Лаодикийской церкви, это самое тяжелое время Лаос и Дикео Лаос это народ на греческом языке, это одно из названий народа, потому что есть Демос народ, есть Охлос народ, и вот Лаос это тоже одно из определений народа, Дикео управлять, Дике это управляющий, и вот время народа правления. Ведь обратите внимание, вот эти гипнотические слова, которые сейчас провозглашаются как абсолютная истина демократия, демократия. Лаодикия это то же самое слово, буквально то же самое слово, просто другими словами, потому что Кратус и Дикеос это просто оттенки разные. Вот последний период, это период Антихриста, когда будет внушаться основная мысль, вы правите миром, люди. вот нам говорят наше правительство, кто правит государство, да не мы правим, вы правите, вы же нас избрали. А почему вы смеетесь? Потому что это смешно, правда? Потому что это смешно, что они себя избрали. А мы как охлос, охлос, есть такое еще слово народа определяет, охлократия, слышали? мы поступаем как плебс. Еще есть такое тоже определение. Потому что нам помахали какими-то цветными бумажками и плакатами. Пенсионеркам крупу дали перед выборами, консервы полуиспорченные. И вот человек оценивает жизнь именно через желудок, через желудок. Вот в этом беда. Обмануть меня легко. Я сам обманываться рад, говорит Пушкин. Я сам хочу, чтобы меня обманули. Ну, как красиво говорят. церковь. вот ладикийская церковь. То есть церковь, которая вот сейчас особенно стремление, эти уже тенденции появляются, что не иерархия должна управлять церковью, а народ должен управлять церковью. А давайте обратим внимание на послание апостола Павла Коринфяна, первое послание. И вот среди даров духовных в, сейчас скажу, в 12 главе 28 стих здесь говорится, что Бог поставил одних апостолами, пророками, третьих учителями. Просто предварительно говорилось именно о дарах. А здесь говорится о том, что эти дары они воплощены в определенных служениях. Апостолами, пророками, в третьих учителями. На латыни учителя звучат здесь в тексте докторис. Особенно на западе любят сказать доктор Джонс. учитель. А помните, как в Евангелии было сказано о том, что не называйте себя учителями. Дали иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления. и вот интересное на латыни слово губернационес. Слышали такое слово? Губернатор. Вот на латыни именно этот дар, это служение звучит так. То есть, это Бог дает человеку великий дар управления. Следовательно, то, о чем мы только что говорили, что лаодикия, управление народом, это никак, не имеет никакого отношения к управлению церковью. И вот, ангелу лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь. Вот очень странное имя избирает для себя Господь, небывалое имя. Мы такого еще имени не слышали, чтобы где-нибудь Господь себя называл Аминь. Аминь с еврейского языка, как переводится? Истинно так. Вот все молитвы православные, они заканчиваются этим словом, истинно так. Вот обратите внимание, что есть в нашей обыденной речи такое слово да, да, да. А вот в церкви не просто да, так, а истинно так. И вот почему Господь называет себя этим словом Аминь. Потому что Он является печатью для всей истории человечества. Только в Нем можно постигнуть смысл человечества. только во Христе. Христос еще называется Новым Адамом. Вот мы как, даже измеряем время от Рождества Христова. Следовательно, Рождество Христово изменило мир. то, что было до Рождества Христова и то, что стало после Рождества Христова. Это два совершенно разных лица человечества. Свидетель верных истинных начала создания Божия. Вот мы часто говорим о вере человека в Бога. Мы говорим, что человек должен верить в Бога. И это правильно. Но здесь, в этом последнем послании, потому что это будет время самое тяжелое для человечества. Господь говорит о вере своей в человека. Он говорит свидетель верный. Он себя называет верным. Потому что он верит в человека. Причем он верит сквозь очевидность. Человек в себя уже не верит. И часто говорит человек я не верю, что я могу исправиться. Я не верю, что я могу что-либо извинить к лучшему в своей жизни. А Господь говорит я верю, я свидетель верный. Свидетель это очевидец. Очевидец тех процессов психологических, физиологических, наконец духовных, которые происходят внутри самого человека. Мы не знаем, как говорит апостол Павел часто того, что внутри человека. И не можем охарактеризовать и определить. Вот, скажем, начался какой-то патологический процесс внутри самого человека, да? Мы не чувствуем, что эта патология началась. Как она грызет, как дикий зверь, человеческое тело, рак, например. Мы в какой-то момент только начинаем ощущать, что уже больно. грызет, вот Бог он свидетель, очевидец происходящего. Поэтому мы приходим к Богу и говорим, Господи, что во мне? Я чувствую какие-то изменения, что-то произошло, мне тяжело нести это бремя болезни. Господи, Ты лучше знаешь, как мне уврачевать свой недуг, как мне изменить свою жизнь. Только Ты знаешь. И человек стоит перед иконой и обливается слезами, потому что только он очевидит человеческой жизни. А нам не очевидно, что происходит внутри нас самим. Мы только констатируем, что уже эта болезнь съела половину нашего легкого, половину печени. Мы только констатируем, как глубоко и далеко зашла эта болезнь. И он называет себя Аминь и называет свидетелем верным, потому что только он является для человека последним словом. Не док, который сказал в хирургическом отделении. Потому что часто после хирургического отделения приходят люди и говорят Батюшка, мне уже сказали, что я живу в кредит и максимум осталось мне жить несколько месяцев. И когда человек начинает вспоминать, что он когда-то был крещен, а значит посвящен Богу и начинает обращаться, никогда раньше не обращался Богу. Начинает обращаться к нему, говорит, Господи, я впервые обращаюсь к Тебе. Я хочу познать в этой жизни Тебя, Господи. Измени, пожалуйста, мою жизнь, чтобы я хотя бы в добром здравии, хоть какое-то время еще мог причащаться святых тайн Твоих. И вот Господь возвращает ему, а вернее сказать, дает ему новую жизнь, как это называется в славянском языке «паки бытие», еще раз бытие, еще раз жизни. Потому что человек уже потерял первую возможность, и он приобретает новую возможность, как дополнительный дар, новый дар. И вот человек исцеляет. начало создания Божия, истинное начало создания Божия. Так еще называет себя здесь Христос, обращающийся к последним христианам человеческой истории. Знаю Твои дела, Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. В Лаодикии в этой местности были источники, теплые источники. И когда человек приходил после трудового дня и хотел напиться от теплого источника, вернее сказать, хотел напиться воды, но брал эту воду и пил ее, то первое, что он делал, он выплевывал эту воду, потому что она была ему неприятна. теплая теплая вода текла в город Лаодикии. Ее использовали в качестве технической воды, но пищевыми свойствами она не обладала. И вот когда обращается Господь к лаодикиице, он говорит, ты не холоден и не горяч. А знаете, вот теплый чай, он не горячий и не холодный, не вкусный. И вот церковно-славянский текст, он очень говорит, даже так, я бы сказал грубо, он говорит, изблюну тебя из уст моих. Здесь говорится, извергну. А что можно изблюнуть? Что-то очень неприятное, что-то очень-очень неприятное. противное. И вот христианин, который становится теплохладным, не холодным и не горячим, Господь его исторгает, исплевывает, как что-то неприятное. Кто же такие теплохладные? Теплохладные это двоеверы, это люди, которые живут двойной жизнью. На Западе сейчас используют такие слова двойной стандарт. Это хорошее определение или плохое? В переводе на русский язык это ложь. Двойной стандарт это когда люди лгут. Просто люди боятся там уже назвать ложь ложью. И они говорят двойной стандарт. В обществе плюрализма в обществе политкорректности, толерантности другими словами не скажешь. Потому что там боятся говорить истину. Я вспоминаю, когда патриарх Алексей Покойный Второй в Европарламенте выступал и сказал, что садомия это грех, то у них слушающих депутатов Европарламента просто отпали челюсти. Как это грех? Разве можно это называть грехом? Нельзя. Они не слышали этого слова уже давно, тем более в стенах Европарламента. Они боятся слышать истину. И вот сейчас вы скажите как-то более политкорректно. Но давайте политкорректно скажем про аборт. И что получится? пришла девочка в абортаре сделать аборт и говорит хочу сделать это убийство. И как она воспримет слушающая и записывающая? Она сама будет в ужасе. Она скажет обычно хочу сделать аборт. Но аборт это непонятно что. Знаете за словами спрятан смысл. И сейчас очень много всяких таких удобных слов за которыми можно все что угодно спрятать. Бандитизм, воровство, негодяйство и так далее. Назвать просто таким знаете политкорректным словом. А православная церковь, она не стремится к политкорректности. Она стремится к истине. Она не стремится кому-то угождать, потому что как апостол сказал Павел «Рассудите братья сами, кому нужно более угождать, Богу или человеком?» И все наши проблемы, все наши запутанности жизненные, от того, что мы создали себе очень сложные схемы. Если бы схема жизни была проста, угодно это Богу, по заповеди Божьей я поступаю или нет, то тогда все было бы очень просто. И поэтому хочется вновь перевести греческое слово «телос» «конец». Оно имеет четыре значения, как я уже говорил. Первое значение это цель, второе и конец, третье посвященность и четвертое платить расплату. Мы к концу можем подойти только тогда, если мы будем стремиться к этому концу как цели, а не как просто к концу, а как цели. Если мы будем видеть в этом конце некую цель своей жизни и на пути к этому, к этой цели мы будем обязательно посвящаться Богом, освящаться Божественной благодати, и тогда мы сможем оплатить все по долгам, как в супермаркете. И поэтому очень важно понять, что Бог ждет от нас определенного слова Аминь. Он сам себя называет Аминь. И нам как бы внушает вы будьте более определенны. Не так. Спрашиваешь современного человека, во что ты веришь? Выше разума. Какие-то неопределенности. У нас есть символ веры. Кредо. Веру во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и землевидимым, жив всеми невидимым, Господа Иисуса Христа и так далее. Все четко сказано. Нет никакой размытости. Нет никаких гороскопов, экстрасенсов, высшего разума, космических каких-то субстанций и так далее. Мы верим в Троицу Пресвятую и в Сына Божий, который пришел нас ради и нашего ради спасения. Именно вот эта запудренность, политкорректность, она сбивает на стол. Мы не можем сказать аминь, потому что мы всего боимся, но как это мы скажем, а мы же можем обидеть кого-то. А когда Господь говорил, обращаясь к фарисеям, Он сказал, гробы повапленные. Знаете, что такое гроб повапленный? А гроб повапленный, это когда сегодня особенно популярно, привозят гроб в церковь на отпевание и смотришь, или это шкатулка, в которой там, помните, открывается в два раза драгоценность там какая-то, вот весь он красивый, а что внутри там? Мерзость, разложение, черли, тление, зловоние, лица напудренные, осмотришь, привозят какую-то благочестивую христианку или христианина, умиротворенность на лице, никакой пудры, никакой помады, ничего, спокойствие. Потому что человек соединился с Богом, он цели достиг в своей жизни, он сказал в конце своей жизни, Господи, в руце Твое предай Дух мой, аминь, 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 за соломинку, хочет спасти себя, и никто не может ему спасти, все растерянно смотрят родственники, умирает родственник, и никто не может ему помочь. Потому что никто не может помочь, только один спаситель, никто не может спасать другого человека от вечной погибели, только один, который перешагнул пропасть смерти, стал воскресителем смертью, смерть поправ, несущим в огробе живот даровав. И вот наше христианство, оно напоминает вот это тепленькое такое. Знаете, как говорят ласковый теленок, вот вы знаете такой вот он двух значит двух маток сосет, знаете, вот такой, вот он и там успеет, такой хорошенький, и там он успеет. Он же положительный в этом поговорке. Как же? Понятное дело. А он только подливый уже и вот не получается. У нас же хитрость это второе счастье. Понимаете, вот так, чтобы вот прогнуться, где-то там, понимаете, вот. Именно этому и учат сегодня, что вы должны вот везде вот так. А раньше учили истины, потому что прежде всего человек должен знать, в чем истина жизни. Почему говорят украинец, тот, который живет на Украине, а хохол, где выгодно. То есть вот этот, понимаете, вот человек, который вот где выгодно, он уже не тот, который имеет отношение к своему происхождению. Такой, вот знаете, вот этот жирненький оселедать, такой, знаете, такой, как уш на голове. Вот так вот. Он везде такой, на масляный весь. Поэтому вот этот ушик, как под вилами, знаете, говорит, ты как уш под вилами. Вот этот оселедать, он такой же. Видимо, вот это извилина, вот она имеет такое огромное значение. потому что мы успевали везде побывать. А у русских чего? Тоже что-то есть? Так, а дело в том, что я разве сказал, я разве сказал, что это украинец? Я же сказал про хохолок. Оселедец, это же украинский. Что-что? Оселедец, правильно? Оселедец. Что такое оселедец? Селедка? Селедка, конечно, на русский язык, селедка. Да, селедочка, вот она тоже такая, знаете, ее не удержишь с первого раза в руках. Поэтому вот это такой, как бы, образ. Я же не говорю про Украину. Я же сам являюсь представителем Украины. Украинец, вот. Дело в том, что холоден или горяч. Для нас самое главное это быть определенным. Вот как разбойник, который висел на креске, он был холоден, но эта холодность была осознание глубокое греха. Глубокое осознание греха. И к чему оно, это осознание его привело? К покаянию. Он сказал, помяни меня, Господи, когда придешь во царствие твоего. А своему другу, который упрекал Бога, помните, что он сказал? Воспитал. Он ему сказал, что ты богохульствуешь, мы повинны, а он не повинен. Значит, он не видел в себе никакой правды. А вот этот такой вот ослепить. не определился. Он, знаете, он так, он везде, а может быть, получится, вот понимаете, как-то проскользнуть незаметно. Вот этот человек на Бога надеется или на свою юркость? Вот на юркость, понимаете? заложено много сегодня. Ну заложено, понимаете, во всех много, но Бог в нас и заложил благодать Божию свою. Просто на что откликнется сердце наше? Ибо ты говоришь, я богат. Обычно теплохладный человек, он очень самонадеянный, самоуверен. Разбогател, ни в чем не имею нужды. Человек очень самоуверен. Теплохладные люди, да читал эти книги, да я читал там о вселенском разуме, Библию уже там 20 раз я все знаю. Но вы еще не знаете вот откровения с Гималайев, вот, а я знаю. Или там где-нибудь Шамбалу какую-нибудь. Так получается вот наш сегодняшний человек, он говорит, а вы знаете, что Майя сказали в 2012 году конец света. А помните, мы говорили, если брать по нашему церковному календарю, по юлианскому календарю, какой сегодня год? 2020 год. Это только с реформы мы считаем с григорианского календаря 2012, а юлианский календарь 2020 говорит. Нормально. То есть детство свежего высокосного и высокосного год. Не имеет значения. Для нас нет магии лет высокосных. Всякое лето благоприятно мы в высокосный год, потому что Господь дает дни живота человеческого. Поэтому для нас это измерение, в котором человек может жить. Причем человек может выживать в любых условиях, даже в загрязненной среде. так вот. Продолжаем дальше. А не знаешь, что ты несчастен и жалок. Вот видите, как Бог оценивает. Вот человек думает о себе все, что угодно. А Бог говорит, ты несчастен и жалок. Передо мной твое благочестие, которое ты считаешь, оно как запачканная одежда блудницы. чтобы несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нак. Как Господь ставит много эпитетов. И то, и то, и слеп, и нак. Ты вообще жалок во всем своем обличье. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Помните, говорят, на воре шапка горит. Он чувствует свою ноготу перед глазами тех людей, перед кем он согрешил. и вот каждый грешник, он чувствует свою ноготу. Тебе нужно купить настоящее золото, не все золото, что блескит. А сейчас люди готовы продаться каким-то фальшивкам. Услышали там, о, майя, кто такие майя? Зачем тебе майя? Ты христианин или кто? Определись. Не, ну я то, а вроде и там говорят. Так, секундочку, Господь говорит, аминь, определись. Ты кто? Не то, не сё. Вот это самая страшная характеристика современного христианина, не то, не сё. Он не может, его даже если спросить, ты знаешь свою веру? А он будет отвечать так, ну вы знаете, нужно всё прочитать. Я говорю, секундочку, у меня вопрос конкретный. Ты знаешь веру свою? Ну я читал Библию. Хорошо, а ты хотя бы молитву отчин наш знаешь? Ну нужно же там и то знать это. Молитву отчин наш, ты знаешь или нет? Не уходите от вопроса. Нет, человек не знает. Но он говорит о том, что человек должен знать всё. зачем тебе всё? Тебе нужно знать конкретно. Вот если тебе нужны, скажем, какие-то знания не нужны в обычной жизни. Нет, тебе нужно конкретно знать счёт своего, значит, там, я не знаю, там банка или что. Тебе нужно знать конкретные вещи. И вот когда идёт речь о спасении, ты должен задать вопрос, кто меня спасает? Кто за меня будет поручаться? Кто меня будет вообще ждать там майя или кто мне поднимает? Вдуматься, вот этот год, год дракона. Вообще, конечно, ещё подойдём в дальнейших главах. Я уже говорил, дракон это образ сатаны в апокалипсисе. А тут, понимаете, и дракона. Говорит, поздравляем вас с годом дракона. Приехали. Каким драконом? С этими, так сказать, зубами, клыками. Вот такой красавец. Конечно. Ну, пусть залезут, понимаете, к крокодилу хотя бы для начала, чтобы почувствовать всё умиление от общения с драконом. Для начала просто куда-нибудь там в зоопарк. Крокодил, как я уже сказал. Человек вообще не знает, о чём он говорит. Он где-то услышал какие-то модно там, значит, а давайте приготовим блюдо, значит, посвящённое дракону. Ну, китайцы предлагают, они говорят, бой льва с драконом. А в меню этого входит кошка и змея. Нужно же покушать обязательно, попробовать. Всё нужно попробовать. Наш простой мужик раньше сказал, пфу, да нечесть какая-то, а что ж, и лоб перекрестил бы. Нет, нужно попробовать, понимаете. Зачем тебе это нужно? Оно тебе надо. Вот, понимаете, вот человек. Как в Керчи говорят, а что делать? Нужно всё попробовать. Вот это а что делать? Так. Тебе нужно золото, а не фальшивка. Потому что если фальшивка, то там, когда мы будем проходить таможню, это называется мытарствами, то там эта фальшь не пройдёт. Здесь мы можем себя обмануть, соседов можем обмануть, но там не получится. Или золото, а золото это настоящее качество души, которое Бог ценит. чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. А сегодня ты что слепой, куда прёшь? Как часто говорят там, да? Особенно когда за рулём едет очень зрячий. Вот. То есть понимаете, все чувствуют себя очень зрячими. Все считают, что они очень объективно видят. А Господь говорит, «Знаешь что, лучше возьми мазью глаза, эту мазь могу я тебе только дать». Вот человек думает, что он открывая интернет, заходит на какие-то там сайты неприличные и он видит всё объективно. Да нет, твой вкус тебя уже давно подвёл. Он уже твой вкус испоганен. Знаете, дурновкусие такое понятие. Вообще очень много и в европейских языках есть такое понятие моветон, то есть дурной тон, дурной вкус. То есть раньше было понятие хорошего вкуса, хороших манер. Вот человек воспитывал в себе, он бы, понимаете, закрыл уши от сегодняшней музыки нашей, просто закрыл бы уши. особенно от возвышенной поэзии, которая сопровождает эту музыку. А сейчас так, понимаете, мило аплодируют, улыбаются, так здорово. зайка моя. Чьи, понимаете, всё, и просто счастливы все. Долго могут умиляться, понимаете. поцелуй меня везде, я взрослый уже. Понимаете? Вот проявление, такое слышишь на улице, специально не слушая, просто запомнилось. Оно же часто повторяется, одно и то же. Идешь по улице, оно долго шлейф тянется. Возьмите на заборах где пейшин попса враг народа. Что, что? Попса враг народа. Попса враг народа? Так народ-то больше всего любит попсу. Знаете, что такое попса в переводе с латыни? Популюс. Популюс это народ. Вот популярный, например, да? Это народное. Так попса это народное. Как народ может писать, что это ненародно. Если он сам называет это народным? Ну, я говорю, народное. Вы говорите народ, а я говорю, как народ пишет сам против себя. Он же сам говорит, что это народная музыка. здоровые есть, но здоровые не пишут на заборах. Так вот. Дурновкусие это это самое распространенное именно в наше время состояние души. Когда человек бросается на фальшивку, на любую фальшивку. Бог хочет воспитать в человеке нормальный вкус. Камильфо, бонтон. для того, чтобы это воспитать в человеке, для этого нужно потрудиться. Помните раньше, сколько людей учились, занимались, общались с хорошим обществом, в дурное общество не шли. А вот то, что было раньше дурным обществом, оно сейчас в основном создает настроение для нашего популиса. для нашего Лаоса, Лаодикео, народовластия. Вот сейчас все вот это народное значит качественное. Но разве Бахов и Бетховенов было большинство, скажите мне, и Моцартов? Их никогда не было большинством. И никогда не будет. Но этого и не нужно. Важно, чтобы человек мог это чувствовать, мог это ощущать. Кто-то один открывает, а другой получает это как дар от Бога. Потому что никто этого не создает из великих людей. Они просто смогли это услышать. Они смогли услышать эту музыку сфер, эту музыку от Бога и передать ее, переложить на ноты или передать в аяне, в скульптуре, в живописи, в архитектуре и так далее. А сейчас вот это стеклобетон, вот с одной стороны, вот я задаю себе вопрос, вроде красиво, да, вот эта прозрачность, а с другой стороны, мне это напоминает какой-то, знаете, аквариум, или вот там, где змеи живут, знаете, когда подходишь, они в стеклянных таких вот, как они называются? ты ранен, да, совершенно верно. Понимаете, вот такое ощущение, что человек хочет показать свою жизнь, потому что сейчас же популярный ток-шоу, посмотрите на мою жизнь, раньше можно было только в замочную скважину подсмотреть, а сейчас, пожалуйста, мы сами все вам расскажем, лишь бы только нам похлопали в ладоши, и поэтому вот именно это сознание, дурновкусие проникло в наше общество. Помажь глазную мазью глаза твои, чтобы видеть, что вы видите, смотрите и не видите, что на что вы смотрите, хочет Господь сказать, куда ваши глаза смотрят, не туда вы смотрите, не то видите. Тут Господь исцеляет глаза человека. Кого я люблю, тех обречаю и наказываю. Вот. Помните в народе, как раньше говорили, Бог долго терпит, но больно бьет. вот это как раз аллюзия с Евангелием. Кого я люблю, тех обречаю и наказываю. нормальный отец, батька, он будет, как воспитывать свое дитя? Как он будет хлопца воспитывать своего? не, ну-ка, не всегда ремешком. Когда нужно, по делу. А что на Западе? Знаете, ювенальная юстиция сейчас. Это значит, что ребенок, любой Павка Морозов может прийти и сказать, а мой папа, вы знаете, за то, что я не хотел уроки учитывать, он меня наказал. Или за то, что я смотрел порнофильм по телевизору, он меня наказал. А у меня же права такие же, как и у папы. Он же смотрит. И все. Могут лишить родительских прав. Для чего это делается? А сейчас же тоже, понимаете, уже первые ласточки пущены. А знаете, такое было раньше, такое выражение в времена перестройки. Голубь мира. Так вот, этот голубь мира, первый был. У нас Горбачев. Он летает, вот этот голубь мира. И вот эти голуби мира, их к нам прилетали оттуда, из океана. Они не только мир несут, но и гадят еще. Знаете, как голуби, когда особенно на чердаке окажешься, где они живут. И вот они уже нагадили основательно здесь. Потому что нашим детям уже есть уроки ОБЖ. Есть там хорошие, нормальные какие-то моменты, я не спорю. Но о правах детских говорят очень много. И у детей, а у меня же такие права есть. Я же имею права. Помните, у Раскольникова тоже были, я право имею, или я тварь дрожащая. Кто я? Да я пойду сейчас право свое покажу. Не об обязанности, говорят, а о правах. И вот эти голубки мира, как один сказал, прилетела, говорит, это голубь мира, скандализа, райс. Действительно, скандализа. Тоже вот такие голуби везде летают. Так, заканчиваем уже сейчас. Несколько еще слов. Так, покайся, обличая, наказываю. Итак, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Конец цитаты. Так вот, все стою у двери и стучу. То есть, Господь стоит у двери под нашей жизнью. И когда Он стучит, то ощущения внутри нас бывают разные. Можно ведь стучать по-разному, правда ведь? И ощущения тоже разные от стуков. И вот Господь иногда больно стучит для того, чтобы открылось сердце человека. И вот Господь говорит, если все-таки вы откроете мое сердце, а что значит открыть свое сердце? Откроете? Открыть, это значит довериться. Это значит согласиться с тем, что Бог нам предлагает. Вот Он предлагает, поступай так, по заповеди мани. И если я согласен, да, это истина, я принимаю это, значит, это есть открытие своего сердца. Если я соглашаюсь с тем, что Бог предлагает для меня, это есть открытие сердца и ума. И тогда я войду и буду очень близок с Ним. Вечеря, это что-то очень близкое. Это даже не обед, а вечеря. Потому что вечером дома все только свои. Днем еще могут быть чужие или утром. А вечером уже только свои. Все дома вечером должны быть. И вот заключительные слова побеждающим дам, опять побеждающим, это последнее, побеждающему дам сесть со мною на престоле. Где еще было подобное сказано? На престоле. То есть, представляете, какую Господь дает для человека возможность, какую близость рядом со мной. Помните, как в Евангелии сказано, если кто-то по своему усмотрению пойдет и сядет во главу стола, а потом распорядитель пира придет и скажет, слушай, что ты здесь сел? Твое место вот там в конце. Поэтому, говорит, лучше сядь в конце. Потому что тот, который будет распорядителем, скажет, слушай, брат, мы тебя даже не заметили, а ну-ка давай сюда поближе, к центру. И тут Господь говорит, я тебе посажу рядом на престоле своем, на сопрестоле. Помните, у императоров иногда были соправители, потому что было огромное количество провинций, и он разделял власть. Конечно, то, о чем говорится, это глубокая мистика. Я в данном случае не буду уже углубляться. Я просто хочу сказать о том, что Господь дает для последних христиан, для тех христиан, которые будут жить во времена Антихриста именно это. То есть победа будет самая большая. Кто сможет победить в те времена, пережить все эти соблазны, искушения, тот получит самую большую награду. Больше награды не было, мы читали, шесть обращений было к предыдущим эпохам человеческой истории. И вот это самая большая награда будет. Но обратите внимание, что во всех остальных предшествующих церквях Бог за что-то хвалит людей, а Лаодикийскую церковь ни за что не похвалит. Ничего хорошего не было в Лаодикийской церкви. То есть в эпохе последних времен ничего не будет хорошего христиан. Единственное, что они смогут, это только прислушаться, помазать глазки свои, когда нужно, и принять истину. Что? Это церковь будущего. Это церковь будущего. Это церковь будущего. Это церковь последних времен, времен Антихриста. А это одна и та же церковь, просто преобразовалась? Конечно, ну потому что мы жили в разных условиях исторических. А то разные церкви. Не-не-не-не. Ну, я же объяснил вначале, что есть два значения. Есть обращение к историческим церквам, то есть вот эти семь, к тем, которые располагались на территории сегодняшней Турции. Это первое. А второе имеет еще и другое мистическое значение. То есть к семи периодам христианской истории за две тысячи лет. И вот это последний лаодикийский период, самый обманчивый, когда будет казаться, что правит народ. Но не народ должен править в церкви, а кто Бог? Глава церкви Христос. А именно в чем ошибка протестантизма? Им кажется, что народ должен править внутри? Нет. Потому что народ будет вносить свои заповеди, которые он будет сам создавать. Но нам нужно не своими заповедями придумывать, что-то выдумывать, а пользоваться тем заповеди, которые Бог нам дал. И нужно помнить то, что Бог нам дал, просто сохранить это и воплотить в жизнь. Поэтому вот обман последних времен, по сути, уже все последующие главы, это будет разбор именно вот этого периода в деталях. Да, это будет самым... Конечно, четвертая и пятая глава, она будет очень глубокая, очень мистичная. То есть, это небесные церкви, церкви удивительное именно чтение. А вот уже начиная с шестой и заканчивая не последней, потому что там две последние главы тоже от рожествующей церкви, до девятнадцатой главы. Вот это будет все история последних времен. Поэтому вот это, конечно, будет очень и очень трогательно, потому что мы где-то ощущаем дыхание, вот, что мы живем вперед Лаодикийской церкви. Потому что самое страшное это вот тотальный контроль, во-первых, который ведется. Человек всячески пытается называться христианином, не будучи таковым по жизни. То есть, он теплохладен, говорит, самое главное это вот, как они говорят, это содержание, но содержание человек сам себе придумывает. То есть, бесчинно поступает то, о чем мы говорили, не по преданию. Поэтому на этих словах мы сегодня заканчиваем наше чтение апокалипсиса.